МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О печальной статистике происшествий на дорогах смотрите далее. Острые вопросы и емкие ответы. В махтеятие Дагестана состоялась пресс-конференция Айны Гамзатовой. Спорту все возрасты покорны. В Дагестан вернулись борцы-триумфаторы чемпионата мира среди ветеранов. Подробности в спортивном блоге. В Министерстве здравоохранения Дагестана прошли обыски. Оперативно-розыскные мероприятия также проведены по местам жительства должностных лиц ведомства. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ по региону. По данным следствия, в период пандемии коронавируса Минздрав заключил два госконтракта по завышенным ценам на поставку реагентов для выявления ковида. По предварительным данным, таким образом, было похищено 42 миллиона рублей. Силовое ведомство возбудило уголовное дело по статье «Присвоение или растрата», совершенное организованной группой. За сутки в двух авариях в Кайкенском районе погибли пять человек и семеро пострадали, среди них и восьмилетний ребенок. Оба ДТП по причине несоблюдения дистанции. Состояние одного пострадавшего медики все еще оценивают как критическое. И в продолжение темы. ГИБДД Республики продолжает профилактические мероприятия по предупреждению детского травматизма на дорогах. Так, на территории исторического парка «Россия. Моя история» прошла акция «Школа дорожной безопасности». Проект реализуется Министерством просвещения и Федеральной госавтоинспекции в целях привития школьникам безопасного поведения как на дорогах, так и внутри транспорта. Наглядным обучением помогает специализированный автобус-тренажер. Как вы сами увидели, автобус, именно кресло имитирует дорожно-транспортные происшествия. И для того, чтобы дети поняли всю серьезность, сама, так скажем, методика обучения, практическая методика обучения приближена к реальным случаям. Вообще, в целом, хотелось бы сказать, что за 9 месяцев на территории Республики Дагестан в ДТП погибло 23 несовершеннолетних ребенка. 17 из них – это категория «дети-пассажиры». И вы сами сегодня, как убедились, видите, вся актуальность этой темы сегодня приближена к той ситуации на дорогах, которая происходит на территории Республики Дагестан. 5 километров дороги отремонтировано в Сулейманстальском районе, сообщает Минтранс Дагестана. Транспортный маршрут «Мамраш-Ташкапур-Араканский» является самым протяженным в нашем регионе. Он обеспечивает связь между 8 муниципалитетами Республики. На объекте проведены работы по укреплению основания дорожного полотна. Заменены коммуникации и обустроены обочины. Также установлено освещение, сигнальные столбики и новые дорожные знаки. Как отмечают эксперты, капитальный ремонт увеличит пропускную способность дороги и повысит безопасность движения. А в селе Целиталь Гумбетовского района состоялось открытие дороги, построенной в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Маршрут, длиной около 400 метров, с бетонным покрытием в центральной части села, был восстановлен. Транспортная артерия связывает главные социальные учреждения аула. В рамках федерального проекта также здесь возвели детский сад и фельдшерско-акушерский пункт. О Палестине, предательстве, недоброжелателях и о многом другом. В Муфтиате Дагестана прошла расширенная пресс-конференция советника Муфтия Республики Айны Гамзатовой. На встречу были приглашены журналисты федеральных и региональных СМИ, а также представители блогерского сообщества. Обо всем подробнее в сюжете Хамзы Нурмагомедова. Провокациям в сети отношусь равнодушно, привыкла не реагировать. Что касается слухов о моем отношении к различным институтам и службам, это все фантазия. Собственно, об этом и прозвучал первый короткий вопрос, на который последовал короткий ответ. Я не работаю ни в РИСИ, ни в ФСБ. Но в организации РИСИ я участвовала несколько раз на круглых столах, как журналист, как работник Муфтиата меня приглашали. В ФСБ, по-моему, таких площадок вообще нет. Меня туда вообще ни разу не приглашали. И в самой организации даже я не присутствовала никогда. Айна Гамзатова – человек публичный. К этому обязывает ее официальная должность советник Муфтия. Богатый журналистский опыт и постоянный контакт с людьми заставляет всегда быть в курсе событий. И не только вокруг Муфтията. Оттого и повышенный интерес к ее персоне. Вопросы были самые разные, в том числе о слухах, которые приписывают Гамзатовой несметные богатства в виде недвижимости и большого бизнеса. Чтобы сказать, что у меня есть что-то осталось, чтобы делить после моей смерти, нет. Такого ничего не осталось. Корпорации у меня нет, акций тоже нет у меня. Счетов тоже нигде нет. Есть в Сбербанке обычная карточка, за которую я оплачиваю связь, интернет. И машины тоже, вот, к сожалению, у меня... Я и не умею водить, у меня нет прав. Поэтому своей машины у меня нет. Максимально открытый диалог. Собравшимся представителям СМИ было интересно все. Спросили о политических планах, которых, как выяснилось, нет. Через три месяца у нас выборы президента. Не является ли эта пресс-конференция сегодняшней такой прелюдией, что вы через несколько недель заявите, что готовы баллотироваться президентом? Нет, я не собираюсь баллотироваться президентом. И я скажу вам, что это был такой разовый эксперимент, о котором я не жалею. И вы знаете, когда у нас в Третьей городской больнице сейчас работает врач, она приехала с Карачаева, Черкесии, и она рассказывает, как вот в 2018 году, когда она, вот, выпускница, пришла на работу, и там были огромные претензии к ее внешнему виду, к ее хиджабу, к платку, да, к покрытой голове. Там были претензии к Карачаеву, Черкесии. Говорит, сними, и все, врач должен носить колпак. И она говорит, когда начались выборы, когда появилась ваша фотография, и наш руководство увидело эту фотографию, и говорит, все вопросы ко мне закончились. Я спокойно стала дальше работать, приходить на работу в белом платочке, и говорит, все, ко мне вопросы закончились. Я думаю, если, я думаю, это не единичный случай. Если вот этого случая, даже если это единичный случай, мне достаточно этого результата, этих выборов. Больше я не собираюсь участвовать. Спасибо. Конечно же, основное время диалога с блогерами, журналистами заняла больная тема Палестины. И здесь Айна Гамзатова была предельно откровенна и последовательна в высказываниях. Нападение Хамас на Израиль восприняла с тревогой, потому как знала, что последует жестокий ответ. Вот утром я встала, и у меня на телефоне было сообщение. Хамас объявил войну Израилю. Мы собрались здесь с коллегами, с работниками. И вы знаете, в каждой организации есть разные люди. И по-другому я не могу сказать, но мне хочется назвать своим именем. Один из присутствующих сказал, я так обрадовался вот этой новости, что аж подскочил дома. Вот я подскочил и стал прям кричать, Аллаху Акбар, как круто, как хорошо, что это вот посмотрите, Хамас сейчас, вот сейчас их, вот сейчас что там будет, как молодцы, победы им. Я жене все высказала, я так радовался. Вы знаете, у меня был шок. Я просто до речи потеряла. Для меня это человек дурак. Почему? Потому что я и сказала об этом. Я говорю, ты дурак. Он говорит, почему? Я говорю, разве это не радостная новость? Я говорю, нет. Он говорит, разве ты не обрадовалась? Я говорю, как можно радоваться? У меня первая мысль была, когда я прочитала эту новость, у меня все эти тысячи убитых сейчас женщин и детей у меня были перед глазами. У меня был просто ужас, холодный ужас. Если бы я в тот день могла бы пожертвовать своей жизнью, чтобы предотвратить вот этот ужас, я бы пожертвовала. Но это просто абсурд для меня, когда человек разумный, закончивший хотя бы 10 лет школы, когда не понимает, следующее действие какое будет. Понимаете? Когда ты начинаешь войну, да, Путин сказал, если война неизбежна, бей первым. Но в этом, в этой фразе есть один секрет, который я понимаю. Так, то есть, когда ты бьешь первым, у тебя должна быть нормальная подготовка. Если тот человек способен тебя в ответ нокаутировать, позанимайся, да, еще, походи в зал, ударить первым не проблема. Проблема в том, что в ответ тебя могут нокаутировать так, что ты не поднимешься больше. Мне было очень, вот этот момент, я видела все, что будет потом, и, конечно, мне это было очень сложно. Это абсурдно, не осуждать действия целой страны, которая после этого бомбит в ответ якобы этих людей, которые на них покусились, на их жизнь, там взяли заложников, плен там и так далее. Но это то же самое, как искали Бен Ладена. Для того, чтобы найти одного Бен Ладена, уничтожили несколько стран, они для этого пожертвовали, не пожалели, и свои там, своих людей, свои какие-то здания. То есть это такая, понимаете, такая огромная мировая политика, в которой, ну, с утра до ночи, если даже копаться, нам трудно будет разобраться. Но, как я ее вижу, вы же мой взгляд спрашиваете, как я вижу это? У меня, в первую очередь, конечно, я пыталась проанализировать ситуацию. Я ее вижу так, я не боюсь сказать свое мнение, я ее так вижу. То, что вот это вот запрограммированное действие, которое вот, да, они напали, потом вызвали в ответ вот эту вот бешеную реакцию. Не в этом была суть. Израильтяне, такой народ, который спокойно пожертвует большую часть своего населения. Для чего? Для того, чтобы израильтяне, это не все евреи. Да, для начала, скажем так. У нас весь мир, как есть этот анекдот, да, Израиль это офис. вы знаете об этом. Вы знаете об этом. У нас в мире очень много представителей Израиля. И когда идет вот такое нападение, провоцирующее в ответ уничтожение целого народа, геноциз цедного, целого народа, то плюс к этому, моя аналитика еще видит подтягивание туда мусульман. И в подтверждение этому я недавно видела, встретила вот такие вот некоторые фразы разных политологов, аналитиков, которые говорили о том, что народ, толпа разных стран мусульманских, они сметут свое руководство, то есть руководство будет сопротивляться, но они сметут, вырвутся, смогут прорваться туда. И то есть они, у которых тоже в руках, кроме тех же камней, кроме тех же там, ну не знаю, кинжалов может быть, или еще какого-то там, какого-то первобытного орудия, ничего нет, они туда придут. И вот эту слабую, собравшуюся в одном месте силу будет очень легко уничтожить. Я так вижу эту ситуацию. Поэтому здесь у меня в первую очередь, как у здорового нормального аналитика, у меня анализ ситуации, что будет дальше, что делать дальше, как эту ситуацию, возможно ли эту ситуацию избежать. Она очень страшная ситуация на самом деле. Это начало большой войны. Пресс-конференция советника Муфтия продлилась более двух часов. Возможность задать вопрос, высказаться и даже подискусировать была у всех. Под зановой встречи прозвучал и самый неожиданный вопрос. О мечте. У меня есть одна единственная мечта, чтобы Всевышний принял меня в искреннем раскаянии, в искренней вере, чтобы предстать перед Всевышним и чтобы мне не было стыдно за свою жизнь, чтобы в моей жизни не оказалось лицемерия, подлости, предательства в отношении людей, которые мне доверяют. Это моя мечта. Другой мечты у меня нет. Хамз Нурмагмедов, Арсен Набиев, Мурат Бейбарзов, телеканал ННТ, Махачкала. И к другим темам. Столетие народного поэта Дагестана Расула Гамзатова отметили и в Киргизии. Участие в мероприятиях принимала официальная делегация Дагестана во главе с председателем народного собрания Зауром Аскендеровым. В рамках визита прошло несколько важных встреч между сторонами, где обсудили взаимодействие дружественных республик. Также в библиотеке для детей и юношества города Бишкека состоялось открытие бюста и уголка Расула Гамзатова. Завершился трехдневный визит яркой концертной программой. В Дагестан вернулись борцы и триумфаторы чемпионата мира среди ветеранов. Соревнования проходили в Греции. На первую ступень пьедестала поднимались трое наших мастеров ковра. Курбан Рагимов продолжит. 57-летний Абдурашид Багаудинов добыл в греческом городе Лутраке сразу две медали золото и бронзу. Ветеран-универсал из Цумадинского района также успешно выступает еще в четырех дисциплинах самбо, дзюдо, грэплинг и джиу-джитсу. Ощущены, какие могут быть. Оказалось, что все, что возможно и с самой лучшей стороны были хорошие. Борцы, третий чемпионов мира. В прошлом году, который выиграл чемпионат мира, он был со мной, немец. В общем, схватки были очень хорошие, даже не ожидал. Но преодолел все эти с помощью Всевышнего. Хану-ли-Лях. Всего борцы из Дагестана завоевали в Греции три золота. Есть также пять бронзовых медалей. Помимо Багавдинова отличились тяжеловесец Хасавюрта Мухаммад Умаров и махачкалинец Эльдар Гайдаров. Для тренера школ имени Абдулманапа Нурмагомедова и Динамо это первый триумф на чемпионате мира среди мастеров. В каждом весе было очень много хороших ребят. И, честно говоря, со мной тоже поборолся в финале призер, это пятый призер Олимпийской игры. Честно говоря, на него настраивался отдельно. Других как-то тоже выиграл по 10-0. На него что-то по-другому настраивался и, аль-хамду-ля, результат тоже такой же был, как и первые две схватки. 10-0 получилось. Сам малышей тренирую. И как бы я их тренирую сам отдельно, чтобы готовиться, честно сказать, такого нету. Там на себя много времени уделял. Малышей в день 3-4 тренировки. Этого тоже как бы мне хватало. В конце просто за 2-3 недели начал делать схватки. И вот с этим багажом просто выехал. Самое главное – настрой. Награды дагестанских ветеранов помогли сборной России выступить лучше других своих соперников. Но пока наши борцы выходят на ковер в нейтральном статусе, эти результаты в общекомандном зачете не учитываются. Курбан Рагимов, Мурат Бейкбарзов, телеканал ННТ, Махачкала. Сегодня в аэропорту Махачкалы встречали еще один золотой рейс. Прибыли победители первенства мира по вольной борьбе среди молодежи до 23 лет. В Албании наши вольники выиграли три золота. Лучше других себя проявили Башир Магомедов, Ибрагим Ибрагимов и Магомед Магомаев. Серебряная медаль в активе имама Ганишева. Радость побед со спортсменами разделили их родные, друзья и одноклубники. В Каспийске прошла масштабная зарядка, приуроченная к 80-летию битвы за Кавказ. Участники мероприятия с утра собрались на городском пляже. Цель – поддержать дух предков и отдать им дань уважения защитникам Кавказа в период Великой Отечественной войны. Акцию поддержал глава города Борис Гонцов. Во время зарядки организаторы рассказывали об историческом значении битвы за Кавказ, о том, как важно помнить и передавать будущим поколениям подвиги наших предков. Я думаю, такие мероприятия послужат патриотическому духу воспитания нашей молодежи. Также у нас проводилась еженедельная зарядка с именитыми спортсменами. Все это лето хотел бы выразить благодарность всем спортсменам города, кто причастен к этому мероприятию. Также они внесли свой вклад и мотивируют молодежь города своим присутствием на таких мероприятиях. На этом я с вами прощаюсь. Смотрите наши выпуски также и в социальных сетях. В студии работала была Ахмедова. Хороших всем новостей и приятных выходных. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова